Могут ли сущности перемещаться с одного человека на другого? Могут. Знаете где? В храмах. Когда производится чистка, когда батюшка стоит и делает отчитку, когда он гонит бесов, вот тогда могут. Потому что в одном поле люди собираются на одной чистоте. Просто так они все не соберутся. И здесь, когда из более сильного выпрыгивает сущность, она присасывается к более слабому. Такое может быть. Еще может быть, когда вы сидите в паре, например, с подругой общаетесь. Еще и выпили с ней вина. Вдруг у подруги начинает проявляться какое-то осознание, озарение. Она получила инсайт. Когда мы получаем инсайт, мы повышаем свои вибрации. У нас произошла распаковка, мы вышли на более высокий уровень. Соответственно, подруга, например, что-то получила, что-то поняла за счет вас. Сущность ей больше это не нужна. И эта сущность может перепрыгнуть в вас. Если у вас есть такая же проблема, такая же негативная сторона, неотработанная, как была у нее. Куда деваются сущности при развоплощении? Никуда они не деваются, они остаются в матрице. Напоминаю, это работа матрицы. Матрица создала сущности для того, чтобы нам помочь пройти этот опыт. И это все только здесь. Поэтому, когда душа развоплотилась, она тут же переходит в другое состояние. Либо процесс идет перезапуска системы, перезагрузка. А потом она либо идет выше, либо она возвращается на землю. Дальше проходит этот путь. Но уже с другими родителями. Но по той же программе. Поэтому сущности остаются на земле. Домовой сущность, живущая рядом с нами, в наших квартирах и домах. Нам помощник или озорник и шкодник. Ну, смотрите, любую сущность можно приютить. Это уже, конечно, другая тема. И на самом деле, это такая тоже очень глубокая тема. О ней тоже нужно рассказывать много. Но вам скажу так, что это сущность, которую взращивает семейный Грегор. Для поддержки, помощи именно семье. И ту энергию, которую вы дадите этой сущности, она будет поддерживать в семье. Если часто ссорятся люди, то, соответственно, будет еще больше конфликтов, провокаций. На то, чтобы вас вызывать на эти эмоции. Если благость в семье, то будет поддержка от домового на защиту рода. Это тоже есть. И домовой это действительно сущность. Но эта сущность больше относится к богам. Боги, помните, я вам вчера говорила. Вот такие вот, типа как Велес, Лада. Кто там у нас еще? Бог, Митра. Зороастрийские боги. Это все вот как раз благостные существа. Но они работают четко на энергию людей. Когда я могу рассказать свой пример. Когда я переехала в квартиру. Я знала, что там портал. Квартира. Потом я уже выяснила. Там буквально меньше километра до морга. И в этой квартире часто происходили какие-то... То люстра упадет, вдрызг лопнет. То проводка полетит, только поменяли. То еще что-то. То там птица влетит на балкон и сидит там чирикает с утками. Найти ее не можем. То есть то пауки огромные ползали. То есть такое, знаете, прям портал. И я сколько не чистила. А у меня не было выбора, где жить. То есть дали пожить возможность, так скажем, в этой квартире. И несколько месяцев буквально. Но за эти несколько месяцев я просто потеряла всю свою энергию. Потому что я постоянно боролась. Я на тот момент еще не знала, как нужно вести себя. И я боролась с этой сущностью. Я пыталась ее выгнать, сжечь. А это хранитель, это домовой, который бунтовал на то, что я его не приняла. Я пришла такая тут в хозяевский дом. Хозяйка. Вообще непонятно откуда с улицы. И начала там выстраивать свои правила. Свою мебель притащила. Свои там практики провожу. Медитирую. Энергию свою там распускаю высоковибрационную. А хозяева-то раньше жили совсем другие. Там и поножовщина была. И вены порезали. Там человек умер. Но это я все потом уже узнала. Мне эти картинки приходили. И я потом потихонечку спрашивала уже у хозяина. И мы так и не смогли с ним смириться. Я в итоге оттуда съехала. И когда пришел туда хозяин жить. Ящик, который висел на кухне. Кухня подвесная. Он просто в эту же ночь рухнул. Хотя у меня все было прекрасно. Все висело, все держалось. И я кухню там тоже меняла. То есть ремонт там сделала. Ну так скажем, такой внешний. Потому что совсем было старье. И этот ящик прямо у него рухнул. Вместе с посудой. Ночью в три часа ночи ровно все это произошло. Он был в шоке. Он мне звонит, говорит, что происходит. Я потом, конечно, ему сказала по этому поводу, что думаю. Вот. Причем он там продолжает жить и продолжает сохнуть. Но это как бы выбор их. То есть это все вот, пожалуйста, вам домовой, которого взрастили рот. Рот взрастил. Там рот был очень такой деструктивный. Мед в блюдечке для домового радость. Радость для домового или просто дань старорусским традициям. Но я говорю, что это отдельная тема. Можно их подкармливать. Но потом, если в один момент вашей подкормки не хватит, то они просто будут есть вашу энергию. Поэтому здесь такая тема очень серьезная. Вообще не рекомендую пока с домовыми взаимодействовать, пока вы не наберетесь опыта. Потому что это тоже в интернете много информации. А как это на самом деле происходит, может быть потом против вас обернуться в шизу. Какая сущность может задуть свечу при обходе квартиры? Ну вот, седьмой-восьмой уровень. Здесь именно вот такая сущность, которая уже прям такая мощная, которая уже прям на шизофрению выводит. Она не то, что может задуть свечу. Она ее не задувает. Происходит другой момент. Она ее просто энергетически сжимает. Да? То есть, ну, понятно. Это вот взрослая сущность. Лярва нет, у них сил не хватит на это. Это уже такие сущности, которые уже прям сильные-сильные управляют уже человеком. Если все у нас прописано, значит, мы и сущности своих выбираем сами. Прописано. Прописано-то прописано. Сценарий прописан. Но не прописано состояние. Состояние-то мы выбираем сами. Понимаете? Мы никого не выбираем. Никаких сущностей. Сущности цепляются на состояние. Это все настолько эфемерно, что здесь вот об этом, что там сущности прописаны. Нет. Они приходят ровно тогда, когда мы испытываем определенную эмоцию. У нас есть выбор, как мы будем себя чувствовать в этот момент. И если мы выбираем негатив, то сущность прицепится. Но она не по контракту цепляется. Потому что сущность может прицепиться на время, лярва какая-нибудь. А может уже потом она вырасти в серьезное существо. Поэтому здесь присадки разные. Нет. Это все эмоции, которые мы выбираем в моменте. И да. И потом мы с ними всю жизнь боремся. Или пытаемся договориться. Все верно. А может быть человек сам порождает свои сущности. Совершенно верно. Так и есть. Порождаем мы сами. Своими мыслями. А вот эти энергетические субстанции, которые созданы матрицей, уже помогают нам вылезать из этого. Чтобы не деградировать окончательно. И не схлопнуться. Не исчезнуть как душа. Если человек просит в долг и не отдает. Это связано с сущностями абсолютно. Вот это вы очень хорошо подметили. Но опять же. Человек просит в долг. Почему? Мы же его сами вырастили. Вы же сами создали себе долг. Должника. Чем-то он вам нужен. Для чего-то. Вы же сами создаете всех персонажей в своей игре. Соответственно, что происходит? Если вы создали должника. Кто такой должник? Это ваше зеркало. Значит, вы внутри чувствуете долг. Перед самим же собой. Или перед миром. То есть, вам здесь нужно просто разобраться. Что вы себе задолжали в первую очередь. Или что вы задолжали миру. Почему у вас отбирают? Отбирают. И создаются должники. Вообще, должники кто это? Ну, скажем, материальные маньяки. Да, которые забирают у нас самое дорогое. И потом над нами издеваются. Отдам, не отдам. Верну, не верну. Может быть, верну, а может быть, не верну. И вот мы каждый день их там это дергаем. Отдаем им энергию. Они за счет нее питаются. Вообще, должники живут очень кайфово. На самом деле. О них думают больше всех. Им больше всех дают энергию. Поэтому, если вы даете в долг, то либо забудьте про эти деньги навсегда. Либо просто подумайте, где вы себе задолжали. И верните себе этот долг. А потом вам долг вернется. Скорее всего, может быть, даже от этого человека. Потому что просто так человек не возникнет в поле. У бабушек почему деньги забирают? Наркоманы всякие обкрадывают. Государство их там обкрадывает, как они думают. Да, забирают у них там пенсию. Не доплачивают что-то. Почему? Потому что они эти деньги прячут под подушку. Они держатся за эти деньги. И думают, что они сдохнут. И с ними эти деньги уйдут. Ну, как бабушки живут. Обратите внимание, как они вот живут. Они нищие. Себе ничего не купят. А зачем мне? Я и так старая. Зачем мне новая платьица? Вот я свою бабушку, царствие небесное вспоминаю. Я ей куплю новую кофту, красивую юбку. Какой-нибудь вязанный там плед, красивый на кровать. Она это все прятала. Зачем? Она что, пыталась там куда-то с собой забрать, что ли? Понимаете? Вот зачем приходят вот такие вот должники и такие воры. Они просто у нас забирают то, что мы держим. И им огромная благодарность за это. Они нас учат тому, что да ничего нам не принадлежит. Это раз. Держать нечего. Два. У нас все уже есть. Три. И то, что нам необходимо на сегодня, у нас появится обязательно четыре. Себя любить. Себе давать. О себе заботиться. И никаких не будет врагов и должников. Все. Куда деваются сущности умерших родителей? Никуда они не деваются. Каких умерших родителей? Ушла душа и ушла. Она уже переродилась давно. А сущность... На кладбище сходите там. Эти сущности валом. Они там почему? Не потому, что там умершие родители. А потому, что туда приходят люди и плачут постоянно. И на этих энергиях они взращивают этих сущностей. Они там и живут. Это их мир. Должница не отдает деньги долго. Наверное, тоже сущность. Что мне делать? Принять не отдавать. Но здесь я уже рассказала. Только принять. Только принять. Во-первых, выгрузить все негативные эмоции по отношению к должнице. Что вы злитесь. Что вы переживаете. Понять, что это бесы. Поблагодарить бесов. И сделать себе подарок. Понять, где вы себя обкрадываете. Где вы себе недодаете. Когда даете.